Новый архетип чернокнижника. Возвращение Мурлок-шамана. Что может быть интереснее? Правильно, их обзор от плагиатища. Всем привет и приветствую вас на моем канале за микрофоном, как всегда, плагиат, и добро пожаловать в очередной обзор карт закаленных степями. Цикл обзоров уже постепенно подходит к концу, так что можем это отпраздновать дополнительным лайком. Спасибо вам за поддержку на всех остальных обзорах, реально очень приятно то, что это пользуется хоть какой-то популярностью. Если вдруг не смотрели какой-то обзор из прошлых, то обязательно переходите по подсказке, там все супер интересно. Я иногда даже все карты показываю, которые обещаю. Посмотрите, подсказка, конечно, ставка, все дела, но за микрофоном качество плагиат, если обзор вам понравится, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И мы, конечно же, не теряем ни минуты и прямо сейчас начинаем. Что ж, и первая карта это новый эпик на чернокнижника, это алтарь огня. Заклинание огня за одну ману уничтожает по три верхние карты из каждой колоды. Ну, здесь, конечно же, нужен небольшой контекст, который появится в виде следующей карты. Пока я ее спорить не буду, если вдруг ее не видели, но контекст будет, не волнуйтесь. Собственно, что можно сказать по этой картонке сразу? Здесь мы видим, конечно же, офигенный такой жирнющий намек на то, что близы крайне хотели бы посмотреть на людей, которые попробуют поиграть на новом архетипе чернокнижника на сжигании своей собственной колоды. И также то, что они как-то не особо, я вижу, заинтересованы в том, чтобы прислушаться к игрокам, которые испытывают бомбежку жопы или даже взлом жопы, когда против них играют билетикуса испорченного или когда их карты просто сжигают. Близы, я помню давным-давно, когда начали постепенно искоренять рывок как механику из стандартного формата из игры, отметили то, что они хотят убрать все механики, которые покажутся, ну скажем так, токсичными и покажутся неприятными для игроков, против которых вы будете играть, чтобы, короче, жопа не бомбила, они вот это все повыводят, чтобы был полный чил, полный контроль, вот это вот все, и чтобы на рандом, рандом минимально влиял, ха-ха, на геймплей. В итоге они такие забили на все эти прошлые свои заявления и выпустили алтарь огня. Да, вы сжигаете обоим игрокам по три карты, то есть это как бы такой подброс монетки, и ты огребаешь, и я огребаю. С другой стороны, конечно, это нереально неприятная карта, все контроль колоды и колоды, которые будут играть, например, с ктуном, или с комбинациями, которые нужно сетапить кучей карт, да, они будут прям испытывать жесткий бадхерт, но с другой стороны чернокнижник может неплохо так сжечь себе нужных карт. Да, с этим дополнением добавляют карты, которые взаимодействуют с сожженной, избитой, там, уничтоженной практически колодой чернокнижника, да, новый эффект, который срабатывает, если в вашей колоде осталось 10 карт или меньше, он называется, карты мы, конечно, посмотрим. Это, конечно, круто, но замулиганить все эти карты ты вначале не сможешь, чтобы спокойно использовать алтарь огня, будучи уверенным в том, что ты не сожжешь нужные тебе карты, которые взаимодействуют со сожженной колодой. Поэтому алтарь огня, это, конечно, классный сетап для нового архетипа, новый архетип, это, конечно, все супер, но это не исключает того шанса, то, что вы просто сожжете нужные карты и испортите свой вин-кондишн. Таким образом, хочу сделать заключение о том, что эта колода, как и в свое время в самом-самом зарождении чернокнижник на сбросе, может быть крайне ненадежной для того, чтобы поднимать ранги или для того, чтобы даже веселиться, потому что если вы сожжете все свои карты, которые взаимодействуют с сожжогом, то там будет далеко не до веселья. Что ж, вот, кстати, и контекст подъехал. Это новая легендарка на чернокнижника, это Ниру огненный клинок, 5 маны, 5,5, боевой клич. Если у вас в колоде нет карт, он открывает портал, который каждый ход заполняет вашу сторону бесами 3-2. Это портал Пылающего Легиона, он не такой же, как был вот этот портал из Унгора. Заполняет стол бесами каждый ход, кстати. Если вы посчитаете, так как портал занимает место на столе все-таки, да, вы сможете призвать только 6 бесов, ну а в самом-самом начале, когда вы разыграете, призвет только 5. Но у Ниру все равно нормальные статы. Ну что тут сказать? Во-первых, стоит понимать то, что сжечь всю свою колоду вы моментально сразу не сможете, как это раньше в том же Унгора, по-моему, позволял делать новый хейминг, который сжигал все картонки за 3 меньше, и ты мог там так подогнать колоду, что хейминг сжигал у тебя просто к херам всю деку там на 6-м ходу, да, когда ты его разыгрывал. И вообще вот так вот кайфовать, например, когда еще Номи играл, да. И с Ниру уже будут небольшие проблемы, потому что заклинания, которые сжигают вашу колоду, их всего лишь 2 штуки можно будет положить, да. Ну и, конечно же, Билетикус. Тот самый великолепный Билетикус в темп, о котором все мечтали, который сжигает 5 карт вам, но зато на 6-й ход выходит уши 8-8. Еще одна оговорка это то, что для реализации Ниру нужно будет 100% иметь его в руке, потому что я не знаю, насколько нужно быть сумасшедшим, чтобы с учетом того, что Ниру у вас не в руке, сжигать свои картонки, да, и терять по факту вин кондишн. Ну, это слабо представляю, что вы захотите это делать очень часто. Ну и кроме того, что вам нужно будет потратить неплохо так ходов для того, чтобы засетапить себе, ну, сжечь свою колоду, тут стоит также отметить то, что Ниру спамят стол, ну, относительно слабыми бесами, да. Понимаю, что если вы все статы посчитаете, это будет жестко, но к тому моменту, когда вы это все сделаете, а, вам либо снесут лицо более агрессивные темпы колоды, б, у оппонента, который уже понимает прекрасно, против чего попался, наверняка будет припасено пару ремувалов, и, ц, вас будет иркать в фатик. Вот насчет усталости тоже большая проблема, типа, да, понимаю, у вас будет постоянно спамиться стол, это супер круто, это невероятно классно, однако вы и от усталости будете постоянно отлетать. Пока что карты для чернокнижника, после показа даже всех карт, которые заполняют вашу колоду, компенсируя урон от усталости, ее нет, ее не добавили, так что, наверное, ждем мини-сета, поэтому у Ниру есть слишком много минусов, и у этого архетипа вообще всего тоже, ну, слишком много минусов, поэтому, конечно, в начале меты мы попробуем поиграть, я думаю, много игроков захотят попробовать этого нового чернокнижника, однако быть уверенным в том, что эта штука конкретно заиграет, и даже если заиграет, будет очень надежно для аппарангов, ну, у меня лично в этом уверенности нет. Следующая эпическая карта на чернокнижника, которая взаимодействует с этой самой механикой, сжога, поджога, прижога своей колоды, это мародеры степи, это 6 маны 6-6 провокация, стоит 1 единицу маны, если в вашей колоде не больше 10 карт. Та самая карта, которая создана просто для того, чтобы защищать ваше лицо от агрессивных колод, когда у вас уже будет фатик, либо очень мало карт, стоит 1, это, конечно, очень круто, 1 мана 6-6 очень-очень замечательно, однако какой шанс того, что вы ее просто не сожжете, пока будете искать все остальные карты, да, пока будете использовать заклинание, чтобы сжечь свою колоду, либо билетику сюда, шансы, сами понимаете, крайне малы, и мулиганить вы эту карту вряд ли захотите, потому что для мулигана есть куда более важные карты, например, как та самая легендарка. Как я уже и сказал, еще раз повторюсь, очень сомнительная механика, Овк все будут тестить, но представьте шансы, да, типа сжечь все это, поэтому, ну, это даже не сброс, это даже не сброс, да, там ты можешь хоть как-то руку подогнать, какие-то шансы там подсчитать, со своей колодой, ну, сам понимаешь, это хардстоун, с этим все сложно. Что ж, переходим к картам шамана, и это его новые мурлоки, это просто сумасшествие. Первый мурлок это классовый обычный, две маны 3-2, вождь с южного побережья. Боевый клич, если у вас под контролем есть другой мурлок, наносит 2 единицы урона. Замечательная карта, чтобы комплиментировать ваш темп с первого хода, на первом ходу что-то разыгрываешь какого-то мурлока, и сверху ты уже вождем просто выставляешь неплохие статы, да еще и трейдишь карты, которые наверняка ваш оппонент выставил, чтобы что-то потрейдить, да, ну, вашего мурлока. Супер классная карта, я считаю, что те, кто захотят играть на мурлок-шамане, 100% будет включать этого вождя, потому что он очень крутой. Он мог бы быть круче, если бы статы у него были 2 маны 2-3, но иначе он был бы уже реально, типа, супер-супер крутым, прям слишком крутым, прям супер-эмбой. Еще один мурлок, но на этот раз общий, обычный 2 маны 3-2, наемник из цветущего оазиса. Боевой клич, если у вас под контролем есть мурлок, получает плюс 1-плюс 1. То есть, если вы, например, выставили на первый ход мурлока, на мурлок-шамане в том же, да, или на любой другой мурлок-колоде, то на второй вы уже сможете выставить этого мурлока со состами 2 маны 4-3. И это прям штука может трейдить, там, хоть 5 дропы, ну, относительно слабо. Замечательная карта для того, чтобы контролить стол после выставления первого мурлока, позволять вам выставлять других мурлоков. 100% будет забирать больше, чем одно существо, отлично трейдится. И если оппонент не найдет, чем разменяться, то будет невероятно мощным натиском, потому что, ну, вторая мана 4-3, выставляете дальше идти в лицо, это прям невероятно круто. А немножко страшно то, что близзы добавляют сейчас настолько сильных мурлоков, даже общих, но будет интересно посмотреть, какие мурлок-колоды, кроме мурлок-шамана, в будущем заиграют. И, кстати, насчет мурлоков за 1 ману. Можете взглянуть на нового классового шаманского осмотрителя кладок. Это мурлок 1 мана 1-2, предсмертный хрип призывает малого плавника. Эта карта просто создана для того, чтобы синергировать с прошлыми картами и с любым новым мурлоком, который имеет вот это условие, если у вас под контролем есть мурлок. Вы выставляете этого осмотрителя кладок на первом ходу, и если это не рога с ударом в спину и обилкой, да, через, там, монетку, если она ходит второй, да, то эта штука 100% прилепит мурлок к вам на стол, чтобы со следующего хода вы могли отлично синергировать. 100% включение, мега сильный опенер для любых новых мурлок-колод на шамана. Очень хочу уже эти штуки все потрогать и посмотреть, насколько же сильным Близзы в этот раз сделали мурлок-шамана, и достаточно ли этого будет, чтобы, а, появиться в мете и закрепиться там хоть где-то, или, б, стать супер-мега-имбой, которую нужно будет нерфить. Если вы вдруг волнуетесь касательно того, что после выставления мурлоков у вас их в руке не будет, то представляю вам повозку малого плавника. Это новое редкое существо на шамана, 2 маны 1-3, в начале вашего хода вы берете мурлока. Очень крутая повозка, которую наверняка будут стараться фокусить абсолютно все классы после ее выставления, так как никто не захочет, чтобы шаман противника постоянно добирал мурлоков и вас ими душил, потому что вы видите, какие липкие и крутые мурлоки сейчас будут добавляться. Я думаю, что это может стать полноценным включением в мурлок-шаманов, да, таких две штуки засунул. Ставишь его, не волнуешься, потому что 3 хп есть, в принципе, не самое ватное существо, да, и кайфуешь от того, что ты постоянно добираешь мурлоков и постоянно можешь поддерживать их синергию. Действительно очень круто, и думаю, что 100% найдет свое применение в мурлок-шаман-колодах. Еще одна неожиданно крутая общая карта мурлоков это разведчик из Цветущего Оазиса, это 2 маны и 1-3, ковер-самолет такой некий. После того, как вы призываете мурлока, он получает плюс 1 к атаке и натиск. То есть эта карта своей аурой позволяет любому вашему мурлоку сразу после выхода на стол с ним взаимодействовать, что очень круто. Это, наверное, заменяет использование метлы и предоставляет такую вот на полшишки полноценную метлу именно для мурлок-архетипов. Крутая тема, самолет, но ты выставляешь его не на третью, а на вторую ману, что довольно неплохо. Если ты не будешь его вставлять в начале игры, то ты его с учетом дешевой стоимости сможешь за сетапить и потом, чтобы выставить мурлоков получше и сразу разменяться так, как тебе хочется, а не так, как навяжет противник. Так что я вижу эту тоже карту как, в принципе, неплохое включение и реально уже не терпится посмотреть, как вот эти все мурлоки из Цветущего Оазиса в синергии с новыми классовыми мурлоками шамана покажут свой мыргл-мыргл и, возможно, станут мега-супербандой, которую нельзя будет установить в новой мете. Ну, реально, мне поприятнее будет от Джаббак отлетать, чем от Я дороги. Что ж, следующая карта, и мы снова вернулись к Чернокнижнику, и это его повозка. Это повозка аптекаря, две маны, один-три, редкая. В начале вашего хода призывает из колоды существо за одну ману. Довольно спорная карта. С первого взгляда вы, конечно же, можете без какого-либо штрафа вызвать огненного беса из вашей колоды, которая не несет вам три урона в лицо и как раз-таки призовет свои вот эти вот очень жесткие статы. С другой стороны, эта карта довольно-таки медленная и эффект все-таки срабатывает в начале вашего хода, а не в конце хода, что тоже довольно спорно, потому что вы можете на том же Зу Чернокнижнике или на Пейн Зу Чернокнижнике, в которую наверняка это повозка аптекаря по замыслу Близов вписывается лучше всего, просто потратить две маны впустую, так как ваш оппонент найдет, как законтролить эту штуку. Ну а если оппонент это контролит, то потеря двух маны и такого жесткого темпа для Пейн Локов очень часто бывает непростительно, поэтому повозка аптекаря, даже несмотря на вот этот прикольный эффект, который, если вдруг повозка останется на столе, будет прям усилить ваш стол и вам даже не придется ничего для этого делать. Как по мне, это все равно выглядит очень сомнительно, сейчас все все трейдят, проблем с ремовалом на втором ходу существа с тремя хп практически никакого класса не возникает, поэтому я считаю, что эта повозка слишком медленная, прямо сейчас. Еще одна карта экипировщица Кабала это 3 маны 3-3 обычка, боевые кличи при смертных рип, другое ваше случайное существо получает плюс 1-1. Вот эта штука выглядит уже куда бодрее для того же Зу Чернокнижника, неважно Пейн или так, очень круто, так как оно хорошо взаимодействует и сразу со столом, помогает вам трейдиться, также отлично взаимодействует с новым ремовалом Чернокнижника, который уничтожает выбранное существо и наносит 2 единицы урона столу оппонента. И конечно, с учетом того, что Чернокнижник все-таки какую-то часть карт теряет, если вдруг крайне нужно будет чем-то занять монокривую третьей маны, то экипировщица Кабала для того же Зу или Пейн Зулока зайдет просто замечательно. Что ж, следующая карта и на этот раз кружащийся боец на воина. Это обычка, 4 маны 2-6, боевый клич и бешенство. Наносит 1 единицу урона прочим существа. Карта, которая очень напоминает Шкипера, однако в этот раз стоит 4 маны, а не 1. Причем, кстати, у Шкипера, прикиньте, за 1 ману статы просто в 2 раза меньше, чем у кружащегося бойца. Просто вот, минимально. Кружащийся боец это карта одного архетипа, карта одной идеи, да, заходит в темп вара, заходит в вара на бешенстве. Я думаю, его прикольно будет призывать с Саурфанга вместе с Самура или, например, с той же оркшей кузнецом эпической, да, и в это все будет пробафовать. Отличный ремовал для каких-то контроль воинов, какой-нибудь супер мелочи, да, который вы сможете выставить, он сразу нысет 1 урон, потом ему что-то накинуть сверху, и 2 урона, короче, очень прикольно выглядит. Конечно, вы не сможете играть этого бойца везде, но для темпа вара с бешенством выглядит очень и очень круто. Но следующая карта выглядит еще круче. Это якорщик каменного молота, это новый пират на воина, 5 маны, 4-5, довольно, кстати, жирный пират, давно таких не добавляли. Натиск с механикой бешенства. Вы берете карту, это нереально круто. Для того, чтобы вы добрали карту, эта штука должна выжить, а она очень часто будет выживать. Энергия с пиратами, это очень весело, но даже если бы этот якорщик не был бы пиратом, карта все равно очень сильная, я думаю, найдет свое применение 100% в любом натиск темпа воина, потому что темпа воина прямо сейчас не хватает добора, и Близзы решили немножко это дело компенсировать. Это, конечно, круто, запомните, но следующая карта на воина переплюнет ее раза в 2. И я говорю про топор всадник. Та самая карта, после показа, которой у меня закрались некоторые сомнения насчет адекватности решений кардизайна Близзов, как было в случае с маслорезом из прошлого видоса, смотрите срочно. Топор всадника это новый топор, редкий на воина, 4 маны 3-3. После того, как ваш герой атакует и убивает существо, вы берете карту. Нереально жестко, вы сможете не только контролить стол не своими существами, а своим лесом, но и сразу же после этого добирать карту, если вы это сделали успешно. То есть, мы можем понимать, что вот этот топор, если вы вдруг не находите против него слизнюка, и вам ну нужно просто выставлять существ, если вы не колодок у кого-нибудь там спеллмага, да, то вы подписываете себе просто, ну, то воин получает нереальнейший темп с кучей ресурсов, которые восполняются после каждого удачного трейда. Топор всадника выглядит нереально круто, наверняка будет использоваться. Помните эту самую косу, да, нахрен ее, используем топор, он куда больше по вэлю. Если вдруг вару на ДС добираться, он спокойно сходит вам еще в лицо неплохо, поэтому карта крутая как ни крути, как ни топори, я уверен в том, что она заиграет, если что, я всегда готов попасть в рубрику стримеры были неправы. И последняя карта, на которую мы с вами сегодня посмотрим, это эпический ремовл на воина под названием ненависть за 4 маны наносит 2 единицы урона всем существам, и вы получаете плюс 2 единицы брони за каждое уничтоженное таким образом существо. Очень крутая тема, на этот раз заточенная, как по мне, именно под контроль воинов, потому что, сами понимаете, воину на натиске все эти ремовлы нафиг не нужны, он все трейдит с своего стола либо с той самой пушки, которую я показал чуть раньше. Ненависть выглядит как крутой ремовл, как по мне, вы наносите 2 единицы урона всем существам, это найс, потому что вы можете уничтожать и сетапить как-то по-особому даже свой стол и лутать нереально много брони, все круто, однако остается только один вопрос, насколько хорошо будет себя в новой мете ощущать контроль воин с учетом всех новых карт, которые добавили для воина на натиске, на неполном здоровье, да, вот этом всем, за бафом руки и с копированием карт с провокацией может проявить себя лучше, по крайней мере, не просто проявить себя, наверняка на нем будут пытаться играть и он что-то покажет, но вряд ли он сможет переплюнуть винрейт и вообще успешность именно темпа вариаций, но в любом случае, если вы не гонитесь за винрейт, а вам просто нравится играть классные карты, ненависть наверняка относится к этой классной картонке и наверняка найдет свое применение именно в контроль воинах. Что ж, но на вот этой вот ненависти, без негатива, конечно же, очередной обзор карт подходит к концу. Если обзор вам понравился и казался полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал и конечно же не забывайте делиться вашим мнением по поводу карт в комментариях. Что вы думаете по поводу нового архетипа чернокнижника, который Близзы так отчаянно пытаются пропихнуть и что вы думаете по поводу Мурлок-шамана. Делитесь в комментах, я их читаю, лайкаю, все дела. Ну а за микрофоном был Качеса Плэгят, огромное спасибо за просмотр. Все остальные обзоры карт вы сможете посмотреть по подсказке, по конечной заставке и вообще найти на канале. За микрофоном был Качеса Плэгят, огромное спасибо за просмотр и увидимся на следующем обзоре, в следующем видео и на следующем стриме. Пау!